Ребята, всем привет! Смотрите, какой у меня завтрак сегодня. Я купила булку. Эту, как она называется там? Для тостов. Там у меня сосиска, кетчуп, горчица, листья салата, сыр пармезан и соус для салата Цезарь немножко оставалось. Хотела вам показать одно свое наблюдение. Сейчас уже поздно. Вот видите, как цветок. Вечером вот этот вот цветок, он, листья у него поднимаются вот так наверх. Я сегодня случайно порезалась. Листья поднимаются наверх и вот так стоят. Днем они вот так как лежат. Я вам завтра покажу, как цветок днем. Вот мне это интересно, почему он вечером вот так делается. А днем он как бы листья опускаются. Так я заметила. Так, утро следующего дня. Видите, как он теперь лежит? Вот так. То он стоял весь вот так, вы видели, а сейчас он весь вот так. Я не знаю, почему. У нас, кстати, смотрите как. Солнечно, снежно и где-то минус минус 12 либо минус 13 градусов. Ну, днем, наверное, будет где-то минус 6. Но с утра вот Руслан уезжал, было минус 14. Так-то тепленько. Тепленько. Главное, трогаю батарею и говорю, так-то тепленько. Ой, на четверке, как сильно. На улице холодно, а дома-то тепленько. Мы пришли с Неленой в примерочную. Потом я не хочу, чтобы она дома опять примеряла эти штаны. Мы в магазине Смык. Короче говоря, очень мало размеров. Мы берем вот этот 140-й размер. А ну, лямочки одень. Ну, одну, да. Одну мы сделали поменьше, другую не одевай. И все. Это наше дело на теплые лосины. Сейчас покажу, сколько они стоят. Вот, они стоили 149,99. Сейчас стоит 70. Вот мы их и возьмем. Все. В общем, все, что мы хотели, мы купили. Еще взяли такой вязанный снуд. Достань, Милен. Смотрите, покажи. Вязанный снуд. Вот сюда. Вот так вот. Потому что от шапки, который был у Милены снуд, она его потеряла. Даже не помню, где здесь, или еще в России. В России. Еще в России она его где-то оставила, в общем. И с шарфом неудобно, а этот снуд одеваешь очень удобно. В общем, мы как и хотели купить ей. Штаны теплые и снуд. Мы все купили. Идем домой. У нее школа, у меня собеседование. Этот снуд купили в ХМ. А штаны в смыке. Так что там скидки. Смотрю Диму Комарова вот этому мужчине в рубашке 70 лет. Смотрите. Представляете? Ему 70 лет. Вот у меня лежат мои рабочие инструменты, моя тетрадь, моя записная. Видите, у меня написано тут время. Это время собеседований. Милена пошла гулять с подружкой и незаметно этого всего я увидела, как она потеряла свою маску. Смотрите. Опа! Просто я ее потом нашла здесь, представляете? И случайно сняла момент, когда она ее потеряла. Смотрите. Ребята, он, конечно, расцвел, красивый, но пахнет сильно. Мы его на ночь убираем в коридор, чтобы сильно не пах, пока мы спим. А так он очень красивый. Смотрите, какой. Еще один должен распуститься. Продолжение следует...